Здравствуйте, дорогие друзья! На рынках царит некая стабилизация, по крайней мере на американских рынках. И предлагаю вернуться к старым добрым обзорам компании. Сегодня будет компания из разряда выбора автора и компания стикером LPLA. Называется LPL Financial Holdings. Вчера просматривал различные индустрии. Вы знаете, что инвестиции для меня это хобби. Кто-то ездит на рыбалку, кто-то ходит за грибами, особенно зимой. И у меня есть такое увлечение. Это инвестиции, выбор компаний, подбор компаний и так далее. Вчера просматривал различные индустрии. Где-то что-то есть интересное, где-то нет интересного. Но вот из сферы Capital Markets нашел такой очень любопытный актив. И вчера его уже приобрел на среднесрочную перспективу. Компания достаточно редкая. Я про нее раньше практически ничего не слышал. И едва ли какая-то информация где-то по ней находится. Но это плюс, поскольку хайпа нет, откупа какого-то сильного нет и так далее. То есть приведу по ней данные. Конечно, выбор, анализ и решение приобретать или не приобретать компанию остается только за инвестором. Это, безусловно, самое верное направление. Итак, ЛПЛА. Что за компания? ЛПЛ Financial. Это данные из последнего результата. Кратенько по компании дам информацию. Это сегмент, как я уже сказал, Capital Markets. Занимается двумя направлениями. Это консультационные услуги. Такое очень емкое у нее направление. Количество консультантов 21 тысяча человек. С таким интересным направлением она включает в себя стратегию первостепенно, что компания работает на консультанта, а не консультант работает на компанию. То есть она старается максимально сделать комфортной работу консультантов. Ну и судя по всему, ей это удается, поскольку неплохой рост бизнеса, неплохие контракты. И они увеличиваются с каждым годом. То есть консультанты, видимо, свое дело делают. Второе направление – это брокерские услуги. Входит она в СЕК. С People Unite Bank тут начала работать и так далее. Лидер на рынках. В общем-то, большое количество людей с ней сотрудничают. Консультантов большое количество. Тысяча сто институциональных инвестиционных программ. В общем-то, это два основных ее направления. В общем-то, индустрия Capital Markets. Я думаю, с направлением деятельности понятно. Основные игроки в индустрии – это Morgan Stanley, Charles Schwab, Goldman Sachs, Interactive Brokers, Raymond James. И вот на шестом месте компания LPL Financial Holdings. Небольшая капитализация относительно, в районе 18 миллиардов долларов. Если компании из топ-3, скажем так, Goldman Sachs, Morgan Stanley и все прочие, они достаточно известны, то LPL достаточно редкий актив. Почему он заинтересовал меня? Давайте приведу ряд данных. Текущее соотношение рыночной цены к стоимости, рыночной цены, точнее, к прибыли, которая приходится на акцию, довольно-таки малоинтересное. В районе 30 может показаться довольно-таки дорогим. Интересны форвардные показатели. С учетом форвардных показателей компания планирует получить PE в районе 12. То есть это уже интересно и мы видим резкое снижение соотношения цены к прибыли. То есть компания в следующем году, вот у нее планируется рост прибыли на 68%. Это вполне реально, поскольку компания значительно увеличивает маржинальность. И если мы посмотрим на ее чистую прибыль, вот они отчитывались в предыдущий раз, это был октябрь, чистая прибыль 222 миллиона долларов в размере 286 доллара, что на 127% больше, чем год назад. Вообще динамика достаточно позитивная, то есть увеличение на 127% по чистой прибыли говорит об увеличении маржинальности в первую очередь, поскольку выручка там значительным образом не изменилась. Доходы консультационные, то есть есть рост на 6-7%, но прибыль у нас растет более значительными темпами. Планируется значительное увеличение и в следующем году нам самое главное, как инвесторам, иметь положительный финансовый результат от компании, в которую мы деньги вкладываем. И ЛПЛ, похоже, с этим справляется. Давайте откроем. Сейчас удобнее пользоваться финансом, нежели гору фокус. Больше перехожу в эту область. Давайте посмотрим предыдущие показатели ее касательно увеличения роста финансовых потоков. И по выручке. В принципе, здесь невооруженным глазом видно, что с 2015 года выручка выросла практически в два раза. Были такие негативные изменения, были и положительные изменения, но самое главное, динамика идет положительная. Также растет прибыль, прибыль выросла тоже примерно в два раза. То есть, в принципе, компания динамически и исторически увеличивает свои финансовые потоки. Тут процентное отношение год-года увеличение, то есть где-то 11-15% средний объем увеличения прибыли. На это можно опираться и для людей, которые занимаются анализом компании, не влетают куда-то по сигналам, не шортят, не залетают-вылетают, то есть не теряют деньги, другими словами. Люди, которые занимаются оценкой, вдумчивым разбором бизнеса и перспектив компании. Понятно, что прибыль, которая растет в районе 15%, а в последующие годы там есть более существенные плюсики к увеличению прибыли, о которых мы поговорим далее, не должна стоить в районе 10-12% по ПЕ. То есть, соотношение рыночной цены к прибыли – это достаточно низкий показатель. То есть, заплатив за компанию сейчас 220 долларов, прибылью она покроет эти параметры за 10-12 лет. Это дешево, с учетом потенциала для актива. Тот же самый Microsoft, к примеру, который сейчас имеет потенциал также увеличивать прибыль на 15%, он стоит как минимум в два раза дороже. То есть, можно сделать сравнение компании, конечно, с разными уровнями, разными масштабами, но грубо, если сориентироваться и привести какой-либо пример, то это именно так. Значит, давайте пойдем дальше и проанализируем. ПЕК 0.63 меньше единицы. Соответственно, тут скринеры и автоматизированные системы считают, что компания недооценена, в то время как ее конкуренты, вот обратите внимание, это, пожалуй, самая недооцененная компания по версии скринера. Не будем его брать за какую-то основу, но это такой небольшой дополнительный фактор. ПЕК 0.63, все, что меньше единицы, говорит нам о недооцененности актива. Соотношение капитализации к выручке в районе двух, то есть за два года компания покрывает свою капитализацию выручкой, это достаточно дешево. Опять же, смотрим на конкурентов, на ближайших конкурентов. В общем-то, это один из самых низких показателей. Тоже интересно. Единственный момент, балансовая стоимость, отношение рыночной цены к балансовой стоимости. У ЛПЛА по балансу она стоит 25 долларов. Но здесь важно обратить внимание на долговую нагрузку и возможность обслуживать эту долговую нагрузку. То есть тут долгосрочный долг к собственному капиталу 1.41, в целом тут краткосрочных долгов нет, только долгосрочные обязательства и компании достаточно вполне свободного денежного потока для их обслуживания. Соответственно, когда у компании достаточно большое количество долговой нагрузки, она что-то на эту долговую нагрузку приобретает, вот эти кредитные деньги, они не являются собственностью компании. Потому что пока это кредит, пока компания с ним не рассчиталась, все идет на баланс, можно сказать, банка. Но это то же самое, что с ипотекой. Большое количество заемных средств делает балансовую стоимость низкой, поэтому здесь я не вижу проблемы. Это финансовый рычаг, который использует компания с целью решения своих задач, с которыми она может далее идти более широкими шагами к развитию. Соотношение капитализации к свободному денежному потоку тоже достаточно низкое, в районе 9, все что до 15, это замечательный показатель, тут и у конкурентов неплохо. Но чем еще привлекает ЛПЛА в данном случае, это потенциалом увеличения финансовых потоков. То есть на следующий год, как я уже говорил, ориентир по увеличению прибыли на одну акцию в районе 68%. Ну здесь вот по скринеру. Почему это может произойти? Во-первых, это увеличение маржинальности. Второй момент, это объем обратного выкупа, опять же, о котором мы чуть позже поговорим. Обязательно он значителен. То есть мы здесь понимаем, что среди конкурентов по финансовым мультипликаторам она выглядит достаточно устойчиво, достаточно недорогой актив, интересен. В предыдущие годы средний шаг роста компании был в районе 20%. И возвращаясь к началу, то что компания с форвард ПЕ, скажем там 12-13, и потенциалом увеличения финпотока до 20% это дешево. Это конкретно дешево не только для техов или компаний из этой же индустрии. Мы возьмем то же самое Морган Стэнли. Форвард ПЕ примерно такой же в районе 12%, но потенциал роста в районе 16%. И в последующие годы, скорее всего, Морган Стэнли будет достаточно консервативно расти. Морган Стэнли это уже гигант, 151 миллиард долларов. Конечно, он уже семимильными шагами не может развиваться. Есть определенный потолок, который постепенно... Морган Стэнли так же, как Кока-Кола, то же самое. Вот они к потолочку подошли, где-то его стараются приподнять и двигать, но получается на несколько процентов в год. У компаний более мелких, у них этот потолок пока далеко и можно еще широко идти для его достижения. И, в общем-то, ориентир на предстоящие годы по компании может быть до 20-30%. Не думаю, что это 45%. Здесь я за основу не беру, тут очень так широкими мазками можно и вилами по воде это мазать. В районе 5 лет последующих на 45% в среднем, я думаю, что маловероятно. Но будет замечательно, если так. Я сторонник все-таки консервативных таких прогнозов. Ну вот на 20-30% вполне вероятно. В этом случае компанию можно сказать, что она достаточно недооцененная в этом отношении. И здесь возникает такой небольшой резонанс. Мы понимаем, что компания недооцененная. Как правило, недооцененные компании стоят достаточно недорого. И на графике мы можем видеть такую недооценку после какого-то значительного снижения. Давайте ради интереса заглянем на график ЛПЛА. Это последний год. И давайте за 5 лет посмотрим, как ЛПЛА себя чувствует. То есть здесь вот такой резонанс возникает. Компания недооцененная на основе будущих прогнозов. Но посмотрите, что мы имеем. Скажем так, по результатам пятилетней динамики компании. То есть за 5 лет компания выросла на 363%. И в настоящее время, по тем данным, которые мы имеем, она достаточно дешево стоит. Что очень интересно и контрастирует с тем же самым индексом S&P500, который вырос за то же время на 55%. То есть в 7 раз меньше рост среднего индекса, нежели компания ЛПЛА. Так, давайте к ней вернемся, к ЛПЛА. То есть вот такой интересный момент и такое интересное наблюдение. Почему так происходит? Потому что компания действительно развивается достаточно бодро, хорошо. Там различные синонимы можно тут применить. Но она успевает расти. Для нее выходит так, что нет никаких кризисов. И когда индекс S&P500, там рынки падали, ЛПЛА не падала. Потому что, в общем-то, ее никто не спешил распродавать. Да и, мягко говоря, можно сказать, что про нее мало кто знает. То есть я не думаю, что совсем про нее не знают. Но вчера, когда я делал приобретение порядка 15 бумаг, это совсем небольшой объем, особенно для американского рынка, мой ордер выполнился в 4 или в 5 заявках. То есть у одного продавца я откупил там 12 бумаг. И потом были заявки там по одной бумаге. То есть она низколиквидная. И вот эти 15 бумаг, они позволили там 0,5% сдвинуть рынок. То есть компания, ну, редкая, скажем так. Ее редко встретишь в портфелях инвесторов. Редко о ней слышно. И, в общем-то, ликвидность там минимальная. То есть инвесторы ЛПЛА, видимо, совсем не заморачиваются и не знают, что в рецессию США обошло, что там инфляция высокая и все прочее. Ее продолжают просто-напросто откупать. Она растет в соответствии с теми бизнес-прогнозами и бизнес-достижениями, которые она показывает. Ну и по отчетам мы здесь видим, что она достигает тех результатов всегда, которые ставит, перевыполняет их на 8%, на 15%. Предыдущий отчет был на 10% превышения. То есть достаточно неплохо она достигает тех финансовых показателей, которые являются ее целями. Значит, что еще о ней можно сказать? Дивидендная доходность незначительная, меньше чем 0,5%, так как на дивидендную компанию на нее смотреть не стоит. Это прежде всего ростовой актив достаточно недорогой. На дивиденды 12% она тратит из своей прибыли. То есть эта проблема для нее никакой не является. Какие-то копеечки она платит. Давайте посмотрим на будущие ее перспективы, что является самым интересным. Почему Forward Paye у нее такой низкий? То есть сейчас компания зарабатывает энную сумму, по-моему, 7 долларов на акцию. Не будем возвращаться к предыдущим данным. Да, вот 7,8 доллара она зарабатывает. Ориентир прибыли на акцию в следующем году порядка 18 долларов. И что мы можем наблюдать? Мы можем наблюдать до 18 долларов к концу данного года, периода, когда компания читается в 2023 году за все 4 квартала 2022 года. Ориентир по прибыли будет 11 долларов, что будет являться и рождать показатель Paye в районе 20. На 2023 год. Вот почему такой резкий рост ориентиров на прибыль по EPS, что даст нам в районе 12 Paye. Это два момента, на мой взгляд. Тут широко ничего не раскрывается. И компания достаточно небольшая, поэтому там в отчетах они сильно не расписываются. Но те данные, которые я посмотрел, в общем-то меня устроили. Я понимаю, о чем речь идет. Во-первых, как я уже говорил, есть ожидание увеличения финансовых потоков. Второе, увеличение маржинальности. бизнеса, который мы уже наблюдаем. Он идет достаточно широкими темпами. И третий вариант, точнее третий фактор. Обратите внимание, выкуп акций по прошлому периоду состоял 75 миллионов долларов, 366 тысяч акций. Они выкупили в среднем по 205 долларов за акцию. Далее, что мне интересно. Сейчас я найду эти данные. Управление капиталом раздел объявлено об увеличении разрешений на выкуп акций компаний до 2 миллиардов долларов, доступных для выкупа, начиная с 2023 года. То есть это не говорит о том, что в начале 2023 года или в периоде 2023 года компания выкупит эти 2 миллиарда долларов акций, на 2 миллиарда долларов акций, но может, скажем, на 2 года растянуть. Будет замечательно, если свободный денежный поток, едва ли он позволит. Я думаю, что это 2 или 3 года займет такой выкуп. Но на секундочку, что такое 2 миллиарда долларов? Может показаться, что это совсем небольшой параметр, но напомню, что компания капитализации всего 18 миллиардов долларов. То есть разрешен объем обратного выкупа порядка 11%. То есть это очень высокий объем. Какой-то Google, например, или Microsoft, они могут позволить себе 1%, 2% в год выкупить. Здесь же мы имеем возможность выкупа до 11% в год, но фактически я думаю, что это будет 3, может быть 4%. Но, тем не менее, это огромный пласт тех акций, которые они будут выкупать, учитывая низкую ликвидность на фондовом рынке. Я думаю, что где-то Market Maker какой-то у них будет назначен. Наверняка он уже есть. Может быть, JP Morgan, может еще кто-то. Они будут потихонечку выкупать. Ликвидность небольшая, это будет влиять на котировки. То есть нам самое главное, что это получить прибыль. Вот касательно четвертого квартала, до 150 миллионов долларов они планируют потратить. И опять же, на секундочку, 150 миллионов долларов, это почти 1% от капитализации. Четвертый квартал только начался, вполне они могут запустить. Опять же, учитывая низкую ликвидность компании, в стакане получим, вероятнее всего, неплохое увеличение стоимости акции данного актива. Продавцов в этом отношении я не думаю, что будет большое количество. Ведь все мы понимаем, что если выкупить довольно-таки значительные объемы в таком формате, будет увеличена прибыль, о которой уже, собственно, говорит сама компания. И аналитики с этим согласны. Мы понимаем, что компания будет стоить дешево. Зачем ее продавать? Тот актив, который, в общем-то, растет быстрее индексов. Неплохо получается такая бизнес-модель. Она, видимо, действительно эффективна, поскольку там долгосрочные контракты у нее, и крупные банки работают, в общем-то, большое количество инвестиционных консультантов. Я думаю, продавца там будет немного на фоне вот этого огромного обратного выкупа. Я думаю, что котировки должны неплохо последовать вверх. Далее, что я хотел обозначить. Я думаю, понятно причины вот такого резкого роста. Там не ожидается ракета. Вы обратите внимание на выручку. То есть выручка планируется, ну, тут сколько, 15% примерно вырасти. Это неплохо. 15% это замечательно. На эти 15% ляжет маржинальность. Там порядка 23% стандартно для этой компании. Я в отчетах там это смотрел. Не буду эти данные как лишние приводить. То есть это уже замечательно. Прибыль подрастет. Плюс обратный выкуп. Плюс увеличение маржи еще дополнительно. Поэтому 18-19 долларов было бы здорово. Даже было бы здорово, если бы эта сумма была меньше. Меня бы это вполне устроило. Далее. Свободный денежный поток. Также у нас планируется в районе 2,5 миллиардов долларов. Что, в общем-то, при желании руководства может быть направлено на как раз таки байбэк в разрешенном объеме до 2 миллиардов долларов. Но, наверное, это было бы неразумно. Я бы расширил объемы активов, что компания периодически делает. То есть все-таки, почему я не склоняюсь к тому, что эти 2 миллиарда долларов будут выкуплены в 2023 году. Это большой объем. И практически все деньги свободные нужно будет на это пустить. Не думаю, что это будет рационально. Я бы растянул на 2-3 года эти вложения. И хотел вам представить акционерный капитал. Так, у них здесь разбивка такая идет очень подробная. Ну, бог с ним. С акционерным капиталом он растет. Он растет процентов на 10-15 год. Он также возрастает в соответствии с общей динамикой увеличения объемов бизнеса. Это тоже показатель нормальный. То есть у LPL я наблюдаю все такие факторы надежности, состоятельности компании, как увеличение основных финансовых потоков, понятность развития бизнеса, buyback и, в общем-то, все прочее. Касательно еще buyback, обратите внимание, в каких он объемах у компании происходит. Очень хорошо она выкупает свои акции. Это позволяет расти прибыли на акцию. И, в общем-то, это замечательно для инвесторов. Она могла бы эти деньги отдавать в виде дивидендов, иметь дивидендность, например, 5% или 6%, но они возвращают деньги на капитал, вложенный инвесторам именно за счет роста. То есть если мы посмотрим отчеты компании, это уже общепринятая практика. Они так и называют ее возврат акционерам. То есть это дивиденды, это рост акций и обратный выкуп, к примеру. То есть можно за счет обратного выкупа и увеличения стоимости акций, деньги, условно говоря, отрабатывать те, которые в них вложили. Можно за счет дивидендов. Мне, пожалуй, такой взгляд довольно-таки близок. То есть вполне вероятно, компания начнет еще в большем объеме их выкупать. Далее, что я хотел еще привести, что мне понравилось в LPL, это входы инсайдеров. То есть вот здесь, как вы знаете, я вот такими пальцами ставлю входы инсайдеров, значимые. То есть не все подряд, а те, которые являются именно значимыми входами. То есть вот лиц, которые желают и имеют возможность войти в невысоких ценах, то есть исторические. И, в общем-то, по инсайдерской деятельности мы уже не раз говорили. Два входа инсайдеров было недавно. Они заходили в районе 219 долларов. Компания стоила один 219, покупал второй 217. В один день два члена совета директоров, это работник компании, симоник бренд, делали приобретение. Один в большем объеме, другой в меньшем объеме. Тем не менее, цены достаточно хорошие. И здесь, на мой взгляд, прослеживается некая такая спекулятивная составляющая стороны инсайдеров. Потому что покупка у них была достаточно в низком объеме. Я имею в виду в плане стоимости, когда компания хорошенько ушла вниз, и вот они как раз внизу закупились, цена несколько начала расти. То есть для инсайдеров я считаю, что стоимость в районе 220, она является достаточно интересной. Для меня, в общем-то, касательно разбора финансовых показателей, я тоже считаю эту цену интересной. Нахожу ее вполне привлекательной. Вот тут совпадают взгляды, скажем так. Далее, что я еще хотел сказать. По инсайдерам понятно, тоже ставим плюсик. И проверил, что думают аналитики. Аналитики тоже достаточно оптимистично смотрят на компанию. 5 за покупку, 2 за удержание, ни одного аналитика нет за продажу. Средний апсайд примерно 18%. Вот такой вот актив, пожалуй, все, что хотел сказать, о нем сказал. И давайте в заключении пробежимся по основным характеристикам компании. Хороший рост бизнеса не сегодня. То есть компания уже торгуется, скажем, немало на рынке по времени. Это не какой-то, скажем, новичок. С 2010 года компания на рынке хорошо показывает свой рост. Кризисы особо не страшны. Сейчас находится в состоянии недооценки. Она достаточно дешевая, хотя и растет замечательно. В общем-то, дальнейший рост может основываться на увеличении маржинальности, увеличении выручки проекта 15% плюс значительный объем байбэка. Растянутый, вероятно, на пару лет. Но в качестве такого ростового актива можно купить эту компанию и ее удерживать. Рост активов, рост акционерного капитала, рост основных финансовых потоков говорят о надежности и, пожалуй, эффективности бизнес-модели устройства компании. Потому что смотрю по контрактам, контракты продляются, люди, институциональные инвесторы, корпорации, они свои договоры продляют, значит, все их устраивает во взаимоотношениях с компанией ЛПЛ. В общем-то, от входа инсайдеров, положительная оценка аналитиков. Ну, интересный актив вот такой вчера попался. Много индустрии разобрал и прям как рыбак, который вытаскивает довольно-таки крупную рыбку. Мне вот нравятся такие компании находить, абсолютно не на виду. Такие достаточно редкие, достаточно интересные. Компания TradeWebMarkets тоже ее рассматривал, но пока так еще под вопросом компания находится. Мы тут по всем показателям даже бегло пробежаться по цифрам основным. Мы видим, что она несколько дороже, поэтому по ней вопросов возникает несколько больше. Хотя тоже интересный актив сейчас идет на разворот. Но купил я, тем не менее, ЛПЛА вчера в свой портфель. Не является никакой рекомендацией. Как всегда повторюсь, что выбор всегда только за инвестором. И ваш выбор является единственно верным. Тут могу только свою точку зрения донести до подписчиков. Что, думаю, на этот счет. Мне компания понравилась. В некотором объеме ее приобрел. Напомню, что не стоит влетать на всю котлету. Риск профиль, риск менеджмент – это очень обязательные вещи, которые необходимо всегда соблюдать, работать в рамках определенных регламентов. ЛПЛА компания, да, со всех сторон интересная, но всякое в жизни бывает. То есть ее не стоит покупать на все. Если вы решите ее приобрести в какую-то, может, 5% от портфеля, где-то 6% максимум. Больше не стоит, может быть, меньше. Если у вас активов достаточно много, то это может быть 1 или 2%. Тут обязательно мониторьте, анализируйте свой риск профиль. Можно купить интересный актив. Много еще вариантов. Вчера еще парочку компаний интересных нашел, которые сейчас для входа. Раньше я их не рассматривал. Они стоили дорого. Вот они подешевели. И вот такая классическая недооценка у них пошла с неплохими перспективами. Лучше разбить портфель на ряд диверсифицированных активов, нежели рисковать. Можно, конечно, получить хорошую прибыль, но можно получить и хороший убыток. Лучше как минимум сохранять свои средства и уже от этого, скажем так, плясать, приумножать свой капитал. Самое главное – сохранить это первостепенно. То есть это мой взгляд. На этом, пожалуй, все. Вот такая вот интересная компания. Пишите в комментариях свои мысли. Не забывайте присоединяться в Telegram. Тоже много достаточно интересной информации. И также буду рад видеть вас в курсе по оценке анализу компаний и в клубе. На этом все. Всего доброго. Всем здоровья. До свидания.